доброго времени суток меня зовут сергей у нас на руси есть такая поговорка готовь сами летом а телегу зимой ну и вот у нас сейчас на дворе зима и я готовлюсь как раз дачному покосу для дачного покоса связи с утратой руки я приобрел вот какую-то сильную головку заказал с китая алюминиевая к ней в комплекте идет четыре лески давайте сейчас ее рассмотрим головка перештампованная алюминий или силюмин сейчас не могу определиться раскручивается резьба шаг большой все ровненько сделано аккуратненько облоя нету проточка идет алюминий сам наружной части до металлообработки пескоструины здесь отверстие внутрь будет вставляться гайкой закручиваться как обычный нож на бензотриммере так будет вставляться закручиваться гайкой принцип работы следующий можно делать ее как на два как на 4 то есть четыре усика и 8 то есть вот так вот она рассчитана в принципе я одной рукой как видите буду с ней справляться дальше смотрим здесь имеется под такой большой ключ сейчас мы про это поподробней под закрутим но соответственно тогда когда я буду заряжать леску мне полностью и откручивать не надо будет достаточно будет сделать вот так все вот этого уже будет вполне достаточно буду ли я использовать на 4 или на 8 это покажет время практики как будет удобней гайка по идее должна сделана закрывать к на самозатягу так вот так она фиксируется на бензокосе дальше давайте рассмотрим вот эту сторону вот здесь вот откровенно говоря вот это уширение уширение и здесь вот маленько засверлено я не могу сказать это балансировка или нет вообще штамповка если посмотреть вот так то видно что стенки разной толщины то есть как я сталкивался с процессом литьем как это вообще происходит изначально льется в пресс-форму потом вот эта заготовка вот здесь вот везде получается облое литниковая система остается литник обламывается а облой потом вставляется в пресс и она уже перестамповывается ничего это надо для того чтобы в алюминии очень много спор сжать это то есть как мы кусок хлеба возьмем и сожмем тот же самый принцип и по алюминию так теперь давайте рассмотрим вот меня смущает один момент у них оставлен ключ да сами понимаете она будет стоять на бензокосе и по принципу сама затяга то есть от руки она уже не закрутится даже если я посильнее закручу мне уже тяжело возможно это стопор ну стопор есть на редукторе от него для стопора он больно не глубок мне кажется такая балансировка сделан теперь самый интересный момент чтобы открутить дня штангера нету я линейкой замерил здесь расстояние 25 то есть я купил гайку м16 под ключ 24 и обратите внимание она с большим люфтом можно да из него сделать приварить приварить буковкой т арматуру и сделать из него ключ но тут большой люфт следующая гайка у нас идет м18 под ключ 27 и она уже туда не влезает тут у меня два варианта либо на эту гайку по сторонам наплавлять электросваркой точки и потом обрабатывать на дождаке либо сразу легче обработать вот эту гайку в размер вот этого шестигранника тут маленькая китайцев не понял зачем они так сделали ключа специального в комплекте нет про это углубление под шестигранник для меня все таки же остается это большая загадка почему так сделали покупать какой-то шестигранник на 25 вы представляете это большой шестигранник и он весом будет грамм наверное от 400 до 600 то есть такой шестигранник носить тяжело в комплекте нету я не могу понять почему предположительно сейчас почему они не сделали чуть чуть поменьше почему я говорю чуть чуть поменьше вот этот шестигранник давайте рассмотрим смешной ключ бензопиле бензокосе они одинаковые свеча максимально он тоже кстати штампованный свеча если я не ошибаюсь она у нас под наружному под ключ на 19 19 прибавьте еще по полтора миллиметра на каждую стенку ключа получается у нас 21 почему не сделать было вот этот шестигранник под 21 чтобы также взять и свечным ключом вставить обратной стороны и закручивать и откручивать тут и для меня загадка но кстати мы это только можем узнать когда я приеду на дачу теперь мы это узнаем вы через пару секунд следующем ролике а я через четыре месяца когда уже время подходит первому укосу сейчас я для доработки бензотриммера поставлю такую ручку чтобы не держать было посередине до этой ручки то на мне 500 чем-то рублей обошлась я хотел вот так вот приваривать трубочку ну как бы приварить приварил на работы побольше надо сварку у брата брать а как говорится брат сварку покупал тоже не для пол что прижало потом поставлю вот этот уже паук сюда сейчас у меня редуктор провернуться я уже ослабил часа сниму редуктор и вставлю уже ручку через редуктор редуктор аккуратненько что пыль не попал так рукоять рукоять нам пойдет вот так в плечо я сейчас не одеваю жарко это самое вот так как я выгляжу после операции мы не работать подкрутку неудобно тоже сегодня я остался без оператора маленькая доработка и благосящаяся это утеплитель трубы ппу так вот так вот в общем я поставил сейчас выровняю смысл всего этой работы завел застопорил перехватился посередине одной рукой и так или я буду ставить так называемый как он называться паук так почему я отказываюсь вот головки головка имеет частую функцию вот в этом отместе леска перетирается и внутрь улетают тогда зарядить леску тут проблемы не найдутся не найдется я ребят попрошу зарить зарядят но каждый раз вот она часто улетает вот это мне уже будет не справиться теоретически можно попробовать бельевыми прищепками зажимать не держать как бы это самое но потом попробую что на практике не знаю попробую скажу так открываем грудку так ну и вот главный вопрос у меня тогда стоял понятно дело что она на сама затяг головка и не будет затягивать весь вот такая большая шестигранник я не знаю шестигранник такой на 25 купить то он на килограмм будет весить почему красоглазом кита йозом не сделать вот эту внутреннюю часть вот вот этот ключ ну либо хотя бы подсвечник делать свечники то всех одинаково я понимаю что может быть это самое веду кто на редукторах разные гайки но вы пожалуйста сделайте вот внутренним вот этот шестигранник подсвечник чем я буду откручивать я не знаю это чистейшая недоработка так где претензий нету так вот она ставится так она ставится и даже я скажу что она вот этой вот части . вот этой она садится на нее то есть вот и я не надо так ставим гайка гайка сейчас я посмотрю насколько гайка меньше надо на нам не сходить да нет хватает но в принципе можно сходить и шайбу я сейчас схожу шайбу посмотрю поставить можно сюда и шайбочку шайбочку нашел есть у меня такая шайбочка большая нашел едет будем ставить без шайбы потому что вторая шайба у меня по диаметру ладно но и потом на нождачке отточим болгаркой так теперь вопрос как я ее буду центровать посмотрим гвоздиком стопорим не попасть попробуем что-нибудь так 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 вот гвоздかな marc так гвоздь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На 2 см длиннее ключа... Это у нас будет метка... Так... Середина... Ставим... Возвращаем... Середина... Ставим... Так... Вот теперь вопрос... Оставлять на 4 см... Или ставить 2 последние... Давайте 2 последние попробуем... Так... Возвращаем... Крышка... Так... Все... На самозатяг... Резьба везде обратная... Так... Поправлять... Наверное... Не буду... Ничего страшного нету... Затягиваю... От руки... Так как гайка на самозатяг... Превращение сама докручивается... Вот чем... Откровенно говоря... Ее потом раскручивать... Когда ее затянет... У меня сейчас и тисков еще нету... Ничего не подготовился... Придется вот эту гаечку обтачивать... И подгонять как ключ сюда... Приваривать... Но это... Часа 3... Мне 4 работы... Ну вот... Сегодняшний заключительный этап... Это поставить кожух сейчас на место... И на дальнейшем... Пока... Работа у нас... Прекратится... У кожуха уже благополучно улетел болт... Так что использую все... Своё... Шестигранник теперь надо будет... Таскать в комплекте... Вот такой удобно... Но так как болт потерялся... Шестигранник надо... Таскать свой теперь будет... У хундая... Ой... Хундая... У штиля не знаю зачем... Делают... Два кожуха под нож... И под лезвие... Под лезвие и под леску... Разные кожухи... Очень неудобно... Надо переставлять... И плюс кожуха настолько маленькие... Что особенно от лески то есть грязные... На хундае у меня кожух... Больше... Грязи меньше летит... Так... Всё... Застопорил... Теперь смотрим... Нож он тут не рубил... Я сейчас болгарочка его подправил... Длины лески тут 450 написано... Сейчас она... Диаметр... Да... Указан... Что 450... То есть 450 пополам... Это... 225... Так... Вот теперь смотрим... Это самое... Методом проб и ошибок... Я замерю какая длина будет лучше... Как будет коситься... И насколько... Попробую несколько комбинаций... Потом отвечу... Так... Следующий этап моей работы... Надо разобраться... Как она на мне будет висеть... У меня... Крепежи... Они... По образцу... Рюкзака... Вот такие... Многоточечное крепление... Так как у меня клетчата теперь нету... Вот буду сейчас разбираться... Как она на мне будет крепиться... Центральная ручка мне нужна для держания... Завел... Газ удал... Застопорил... Перенес руку на центральную ручку... Все... Пока... На этом сегодняшняя работа закончится... Себе вот такой... Взял... Гидравлическую... Гайку... Уже не нужную... Уже обломанную... Она тоже стандарта дюймового... И спокойненько теперь вот сюда входит... Беру я две вот такие вот полоски... Вставляю в пила лошадка... Коса лошадку... Лошадка... Лошадиная сила... И... Только на два конца тянет... Леска 2,4... Крученая... И вот так вот я теперь спокойненько вставляю... Не совсем спокойненько... Вставляю... Угу... Где-то половина когда будет... У нее уже КПД будет низкий... Но я потом остатки никуда не выкидываю... И вставляю уже потом по 4 конца... Просто половина... Теперь ключ зажимает хорошо... Гвоздиком стопорю... За это лето я наверное выкосил... Ну приблизительно около гектара... Потому что у меня участок только 48 соток... Плюс я еще борщевика раскашиваю... Где-то соток 25-30... Вот при такой затяжке... При такой затяжке... Вот эта леска никуда уже не вылетает... От руки как я не тяну... Она слабнет головка... Леску выкидывает... И это самое получается геморройно... Вот так уже получается нормально... Останется она где-то... Вот на таком... Уже такие усики уже КПД будет маленькая... Я останавливаю... Где-то вот этой... Вот этой кошения до таких усиков... Хватает 2-3 заправки... Потом я их снимаю... Откладываю в сторону... И когда 4 у меня накапливаются... Уже на 4 конца просто вот так вот... Втыкаю усики... Они получаются такой же длины... Ключ... Без ключа тут делать нечего... Не знаю почему китайцы не сделали... Уже прибыльями поджнимают... И получают персотканку... Уже прибыльные баллы... Уже прибыльные баллы... Уже поетнанки... Уже прибыльные баллы... Продолжение следует...